Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена, продолжаем знакомиться с прогнозами на 2020 год. Естественно, пометая о том, что этот год высокосный, надо разобраться, страшен ли он, или это обыкновенный год, и что с ним происходит. Я не буду вдаваться в глубокую подробность, когда все-таки обнаружили, что не может быть одинаковое число дней каждый год, что что-то тут не так. Так астрономы еще в древние времена обратили на это внимание, и в конце концов появились годы, которые длиннее на один день, то бишь высокосный год. В переводе с латинского высокосный год там звучит беситес, то бишь шестой, дважды шестой. Ну, такое вот сложное понятие. Но для нас это все история, дорогие мои друзья. Мы не внедряемся в эти астрологические нюансы. Нам надо все-таки разобраться, страшней он, чем обычные годы, или нет. Я считаю, что это глубочайшие предрассудки, поскольку многие из нас рождаются в высокосные годы, рожают детей, вступают в браки, проживают счастливые жизни, и своим примером доказывают, что ничего страшного нет. В некоторой степени на этом можно было бы поставить точку. Но тем любознателям, которые все равно продолжают переживать по поводу высокосных годов, могу сказать, что некоторое напряжение в них, конечно, присутствует, существует, но не более, чем в соседних годах. Просто это как-то заметнее. А может быть, заметнее потому, что вступая в высокосный год, мы уже заранее трепещем и дорисовываем разные картины. Дело в том, что люди сами себя программируют. Вот получается, я боюсь высокосного года, завтра у меня там что-то там произошло, например, какая-то неполадка, еще что-то. Ой, высокосный год виноват. И люди суеверные, склонны во всех своих недочетах именно виноватить вот этот несчастный высокосный год. А он ведь ничем не отличается в худшую степень от собратов. Он просто длиннее на один день. И появляется в эти годы 29 февраля. Но людям все чудно. Все, что отклоняется от привычности, для них является страшным. Поэтому на этот счет витают разные мнения. Нельзя выходить замуж, нельзя рожать ребенка, нельзя покупать недвижимость, нельзя то, нельзя все и так далее. А скажите, пожалуйста, а что делать тем, кто рождается в этот год уже, куда ему деваться? Или переезжает или и так далее. Что они все испытывают еще несчастье на свой голод? Да нет, конечно. Так складываются обстоятельства. Поэтому перестаньте себя перегружать лишней информацией. Конечно, маленькую ссылочку в историю по поводу высокосных годов, которые действительно пугают многих, мы и сделаем. И в конце нашей беседы, надеюсь, у вас возникнет стойкое понимание, что высокосный год не страшнее, чем его собратья. В старых поверьях рассказывается о том, что люди всегда избегали высокосных годов. Считалось, что когда он заходит, будут обязательно войны, будут какие-то семейные раздоры, будет падать скот, в полях будет неурожай и так далее и тому подобное. Это даже прописано в летописях. Возможно, какие-то катаклизмы, дорогие мои друзья, случаются в этот год, как и во все другие. Но неожиданная засуха и прочее. Но это же тенденция не только высокосного года. А, например, изменение климата. Или у вас, например, и в прошлом году были отношения весьма подпорченные. Если они в этом году окончательно рухнули, и он совпал с высокосным, это отнюдь не тенденция высокосного года. Это уже исторический факт, который должен был случиться, и он случился. Не более того. Но трудно объяснить людям и избавить их от суеверий. Почему? Потому что им так точно говорили их предки. А предкам рассказывали их предки. И если это тебе навязывается, если тебе об этом говорят бесконечно и пугают тебя, то, соответственно, и ты это пронесешь по собственной жизни и внушишь собственным детям. Как и любое суеверие, которое существует с нами поныне. Скажите, пожалуйста, виноват ли черный кот, что он родился черным? Нет, конечно. Это просто игра природы. И такая... Она решила, что он будет черным. Но его судьбу счастливой не назовешь. Потому что каждый считает нужным его пнуть или не сталкиваться с ним. Его не хотят брать в дом, потому что предубеждение по поводу черного кота. И объяснить, что это просто природный окрас котенка практически невозможно. Он связан с мистикой, с черными предубеждениями, с мракобесием, которые действительно... Вот это мракобесие. Поэтому, дорогие мои друзья, не стоит так огульно воспринимать любую ситуацию. Даже если вам об этом рассказывали ваша бабушка, ваша мама, и четко придерживались всю жизнь того, что к черному коту подходить нельзя. А он не виноват в этом. Он такой же, как и белый, только черный. Вот и вся разница. А те, кто заводит черных котов, не могут предъявить ни единого случая, когда бы этот кот напустил на них какую-то порчу, кого-то задавил или, собственно говоря, кому-то мрачные мысли в голову внушил. Это обыкновенное животное, просто вот с таким цветом, который у нас считается предупреждением. Суверия возникает у всех разное. Например, китайцы совершенно спокойно относятся к 13 этажу или к 13 номеру чего-либо, не чувствуя никаких угрызений совести. Но панически избегают цифры 24, которые в переводе с иероглифа обозначают быстрая смерть. А мы с цифрой 24 прекрасно дружим, и у нас все замечательно и прекрасно. Поэтому, как вы видите, не под каждым суеверием лежит истина. Так что Высокосный год должен быть реабилитирован. Во всяком случае, я к этому стремлюсь. В христианской религии есть стойкая легенда о том, что Высокосный год – это год святого Касьяна, который когда-то прогневал Господа Бога настолько, что он ему определил праздновать день рождения только раз в 4 года. Поэтому Касьян тоже расстроен, гневается на эту ситуацию. Поэтому эти годы всегда связаны с тем, что будут какие-то переживаться катаклизмы, неурожаи, наводнения и тому подобное. Это потому, что, в общем-то, гневается сам святой Касьян. Эта легенда, Вы ее иногда в деревнях можете услышать и по сей день, то есть не гневи Касьяна. Касьяна в год, то есть год Высокосный. Но что делать, дорогие мои друзья? Мы все, напоминаю, имеем какие-то предрассудки в себе. Некоторые нам помогают чего-то избегать, ну потому что это своего правила или табу. Если тебе внушили, что этого нельзя, ты от этого воздержишься, и, возможно, какая-то беда тебя избежит. Но слишком буквально эти суеверия воспринимать не следует. И так это Касьяна в год, как гласит старинная легенда, в честь нелюбимого святого Касьяна, который прогневил Бога. Скажу Вам, это досужая легенда, если уже оттолкнуться, как есть на самом деле. И свидетельством этому является то, что несчастного Касьяна, или Касьяна, поминают, естественно, 29 февраля, когда таковой является, или вечером 28-го, когда 29-го не бывает. Как видите, религия вспоминает его каждый год. Ни в чем он не провинился. Просто так решили, народная молва ему присвоила. Кто-то первый сказал, и оно таким образом прижилось. Возможно, Касьяна еще хотели очернить во времена дохристианские, когда христианство только распространялось, и христианские боги были еще чужды языческим народам, и они как бы остерегались и сразу поставили табу на все христианство, и на Касьяну в том числе. Но это, дорогие мои друзья, детали. Как видите, за неимением 29-го, поминать ее 28-го вечером, да и вероятность родиться у Касьяна в день у нас весьма велика. Это миллионы людей рождаются 29-го февраля, и точно так же, как и все остальные, должны свой день рождения праздновать за неимением 29-го вечером 28-го. Говорят, что небеса открываются, вот когда 12 часов исполняется, какое-то мгновение, это 29-й несуществующий день, открыт для всех, кто в него родился. Поэтому вы счастливцы, а ничуть не предмет огорчения, ну вот, что у вас якобы дня рождения не бывает. Да каждый год оно у вас есть. Просто кратковременно или празднично целый день. В высокосный год. Еще одна историческая справочка, которая, собственно говоря, возможно, вам откроет глаза на этого несчастного Касьяна, о котором мы говорим. До того, как христианство пришло к нам в полной мере и стало нашей основной религией, конечно же, были боги языческие. Вот бог солнца Ерила, и Лада, и Лель, и Мокош. Их было огромное количество. Сейчас на этом останавливаться не будем. А был еще и Кащей Чернобог. Вот вы сказки смотрите, и смотрите на этого Кащея бессмертного, и сколько на это, в общем-то, всяких сюжетов написано про него. Но если я вам скажу, что это был действительно когда-то просто языческий бог, просто он приносил не такие дары, как Ерила. Тепло, солнечно, все цветет, благоухает и процветает. Он приносил с собой охлаждение, смерть. И был предвестником, собственно говоря, вот этого периода, который сейчас грядет. Все-таки сейчас ноябрь. Вот уже Кащей вовсю бесчинствует на наших землях, готовит нас к зиме, к холоду, к остановке. Ничего не цветет, ничего не поет. И мы будем мучиться какой-то период в этом зимнем ужасе, в ожидании благословенной весны, когда Кащей будет повергнут Ярилой, и он займет свое почетное место на задворках, пока опять не придет время холода. Так что, естественно, вот так вот Кащей, 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 потом перетрансформировалась в Касьян. И на этого несчастного Касьяна легли те же, собственно говоря, недостатки Чернобога. И вышел он таким, знаете ли, предвестником всего нехорошего, холода, неприятностей, застывшей земли, какой-то депрессии и прочее, прочее, прочее. То есть вот так вот трансформировали, из языческого переходили в крестьянство, а в людской молве, которая не очень-то внедрялась в эти тонкости, Кащей превратился в Касьяна со всеми его недостатками. Вспомните, чем занимался Кащей в русских сказках. Ну, конечно, он противоборствовал героям, он крал у них невест, он вообще приносил с собой голод, холод, разруху, войну и прочее, прочее. Неудивительно, если этот год был связан с присутствием, так сказать, Кащея, оно же Касьяна, то невольно все вот эти ужасы, страхи, предчувствия накладывались на ожидаемый год. Ага, это будет высокостный год, Господи, это чего только не будет, и мор, и страсти, и болезни, и войны, и тра-та-та-та-та-та. Этим верованиям сотни лет, дорогие мои друзья, они не могут рассосаться и развеяться за одну секунду. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не волшебное какое-то превращение. Сотни лет в ожидании этого несчастного года, люди страшились, пугали, передавали это из уст в уста. Соответственно, ну, репутация явно подмочена, что уж там говорит. Так что вот мы заглянули сейчас в легенды, заглянули в сказки, провели аналогию между Кащеем, а также бедствиями, которые он несет. Понятное дело, что высокостный год приобретает достаточно мрачные краски. Ну, и, естественно, дорогие мои друзья, когда надо было, собственно говоря, одним словом рассказать, что тебя ждет в этом высокостном году, достаточно было просто подобрать эпитеты к этому Касьяну. Ну, и говорили, Касьян злопамятный, Касьян скупой, Касьян немилостивый, Касьян тяжелый. Вот примерно как окрещивались эти годы. Достаточно было сказать, что идет Касьян тяжелый. И это говорилось о том, что год будет не из лучших. Печально, конечно, дорогие мои друзья. Ну, вот я родилась в высокостный год, и рядом со мной масса людей. И училились в моем классе дети из высокостного года. Мы все прожили свою судьбу. Я своей судьбой довольна. Так что мне Касьян, как говорится, улыбнулся. Ну, я думаю, что я не одинока. Ваши комментарии про ваши высокостные годы, пожалуйста, пишите. У нас канал для творчества. Вы можете писать все, что наболело, все, что вам хочется. Я с удовольствием это читаю. Не всегда отвечаю, но читаю. И главное, что читаю не только я, а те, для кого этот канал создавался. Такие же, как вы, которые сейчас переживают и мучаются, и дрожат в предшествии этого несчастного. Высокостного года. Не надо дрожать, дорогие мои друзья. Отчищаемся от предрассудков. И надо выращивать себе настоящее суждение здравого человека. Все у вас будет хорошо, если вы будете хороши. Ничего у вас супер страшного вас не ждет. Для того, чтобы успокоить последних дрожащих все-таки, кому мы еще не донесли истину в своих словах, могу сейчас вам зачитать заговор, который читался в старину в преддверии наступления высокостного года. Его читают за 10 минут до полуночи, чаще всего, конечно, 31 числа, или по старому стилю 14 января, когда праздновался Новый год. Но когда празднуете, когда ждете, тогда и прочитайте. Худо не будет. Или три раза прочитайте. Например, 31, 14 января на старый Новый год и в преддверии, например, китайского Нового года, который будет 24 января. Тогда вы точно, дорогие мои друзья, будете готовы. Итак, заговор. Едет конный, едет пеший, а мне год успешный. Святым крестом крещусь, со старым годом прощусь, с высокостным встречаюсь, в свят одежде обличаюсь, ключ-замок, язык, аминь. Ну, что, дорогие мои друзья, остановите на паузу, запишите себе на листочке. Не весь Бог, какая длинная история. Но этот заговор старинный. Заговор на то, чтобы невзгоды высокостного года, даже если они ожидаются, вас не коснулись. Так что вы теперь уже вооружены полностью. Чтобы уж совсем ублажить Касьяна в его высокостный год, была особая тактика по отношению к этому дню. Ну, во-первых, старались в этот день не работать. Ночью, в канун этого дня, из избы не выходили, даже если было очень сильно нужно. По той простой причине, что до восхода лихой глаз Касьяна может, так сказать, неосторожно взглянуть, а к чему это нужно. Это, возможно, будет предвестником каких-то неприятностей в жизни, поэтому не буди лихо, пока оно тихо. Старались, в общем-то, выходить только на рассвете. Вот такая была особенность. И проводить этот день тихо, спокойно, в кругу своих близких, видя, что все со всеми хорошо, в душевных разговорах и в рукодели. Ну, что ж, и вы можете точно так же поступать, как наши предки, как говорится, если вам на то есть нужда. Увы, это было не единственное табу, доходило просто до смешного. В год Касьяна не собирались грибы, чтобы не поднять земли чего-то дурного. Ну, до этой степени мы уж, я думаю, опускаться не будем. Но, коль я уже делаю историческую справку, так сделаю в полной мере. Было еще одно поверье, что если уже родился ребенок в высокосный год, то его максимально быстро надо было крестить, не откладывая, а в крестное брать кровных родственников, для того, чтобы вот эта уже родная кровь его защищала от возможных препятствий, которым может создать в его жизни Касьян. Браки в высокосный год так же заключались, как и обычно. Но дело в том, что если брак приходился на высокосный год, делался дополнительный заговор. говорили во время венчания, венчаю венцом, а не высокосным концом. Вот, пожалуйста, дорогие мои друзья, для чего я это вам говорю? Но если я вас не успокоила, и вы по-прежнему еще сомневаетесь, как поступить и так далее. Я вам рассказала, как это делали наши предки. Ничего в своей жизни они не меняли, и венчались, как говорится, и детей рожали, только делали дополнительные мероприятия, которые я вам озвучила. Ничего сложного в этом деле нет. И заговор венчаю венцом, а не высокосным концом тоже можно легко запомнить и воплотить. Так что ничего страшного, дорогие мои друзья, жизнь не останавливается в высокосный год. Поверьте, дорогие мои друзья, можно все делать в этот высокосный год. И жениться, и расти детей, и открывать собственный бизнес, и начинать все, как вы планировали. Помните, пожалуйста, что страшный не высокосный год, а страшны ваши предубеждения. Когда вы его боитесь, у вас опускаются руки, а значит, никакие возможности к вам не пристают. Вы уже заведомо их остерегаетесь, боитесь, и вот именно вот этот ваш настрой лишает вас возможности. А потом вы говорите, ой, это был страшный высокосный год, он был не страшнее других. Просто из-за собственной боязни, из-за мыслей, которые вы себе внушили, вы его просто отравили вокруг себя. И пожали то, что, собственно, породили. Поэтому я вас очень прошу. Ну, а теперь несколько слов конкретно о высокосном 2020. Ну, так ли он страшен? Попробуем разобраться уже точечно. Итак, вернемся к чему начали. 2020 год, год высокосный. Что вас может удивить? Дело в том, что нерастраченная, не выплеснутая энергия предшествующих годов, когда была стагнация, так что-то плохо получалось, то 2020 может быть настолько мощной, что вас это начнет пугать. Появится некоторое напряжение, но силы высвобождаются. В конце концов, вы начинаете новый период в своей жизни. Грядут перемены, свежий воздух, какие-то новые особенности, новые впечатления. А вы уже давно забыли, что они бывают в вашей жизни, и вас это может страшить. Но не надо этого бояться, дорогие мои друзья. Ветер перемен витает в воздухе. Помните Мэри Поппинс? Ветер перемен, который ее переносит с места на место. Вы тоже, как Мэри Поппинс, наконец-то обретете возможность что-то изменить в своем ветхом мерке, который уже приобрел затухлые формы, которые уже в конце концов надо конкретно проветрить. Так что не надо этого просто бояться. Но то, что эти перемены придут к вам, это все непременно. Мы уж, которые в видео об этом говорим. Дорогие мои друзья, если вы решили изменить место жительства, если вы решили открыть собственный бизнес, обязательно дерзайте в этот высокосный год. Ничего не бойтесь. Тут вам помощь еще и сам тотем, металлическая крыса. Она далека от суеверия, и она всегда готова помочь тем, кто к чему-то стремится, кто хочет что-то обновить в своей жизни. Единственное, к чему я всегда призывала и продолжаю призывать, не от высокосного года это зависит, а от самого понимания сущности этого года. Самое главное, не делать спонтанных решений, которые вообще не имеют под собой никакой почвы, а что называется, влетела в голову пуля. И вот ты сидишь, думаешь, нафига я это сделал? Ну да, действительно, тут я, как говорится, ничего сказать не могу. Вот таких решений делать не надо. А если это у вас уже обдуманные, стратегические планы, которые вы давно только подыскиваете, когда бы это сделать, милости прошу, не надо, пожалуйста, страшиться в высокосный год, что-то решительное делать. Это предрассудки, дорогие мои друзья. А если у вас что-то не получится, то это не потому, что это был виноват в высокосный год. Вы могли опростафилиться и в прошлый год, или в следующем году навалять дров, правильно? По сути дела. Не в годе дела. Дело в ваших поступках, которые вы не продумали окончательно и бесповоротно. Так что дерзайте, будьте смелыми, будьте успешными, будьте финансово независимы, что и обещает вам этот год. Ничего страшного в нем нет. Если вы действуете по собственной программе, используете планирование, то никакой высокосный год вам ничего не испортит. Я вам сразу это говорю. Я тоже строю стратегические планы. Жить одним днем не в моем характере. Может быть, мне в руку то, что я козерог, и я всю жизнь все планирую, и для меня, например, две недели до события я не готова, это уже провал событий. А некоторые живут одни днем, они за два часа начинают вспоминать, что они кого-то пригласили, потом мучительно жарить гренки, чтобы хотя бы к столу было что подать. У каждого свой стиль жизни. Вот тем, кто расслаблен, без характера, не умеет планировать, им, конечно, в этот год придется достаточно сложно. Он энергетически кипучий, они будут метаться, не значит, что им делать, понимаете, искать все возможные причины в том, что год высокосный, поэтому они живут в полном, и не знают, куда им плыть. Ну, други мои, давайте рассудим здраво, что мы первый высокосный год переживаем, да нет, конечно. Были ли у нас уже эти годы, слава Богу, и может быть достаточно славные, успешные и счастливые. Поэтому берем мы себя в руки и под эгидой того, что высокосный год наоборот, больше возможностей, аж на целый день. Для меня он огорчительным единственным чем, что злосчастная зима, которую я терпеть не могу, хоть я и родилась, в общем-то, зимой, продлена на целый день. Так бы был уже марта, так еще будет 29 февраля. Ну и все. Это все мои огорчения от этого года. Просто я знаю, что они более мощные, чем все остальные. Буду использовать эту мощь по полной программе, насколько мне позволят здоровье, судьба и обстоятельства жизни. Так что и вам того же желаю. Что касается браков, семейных хус и так далее, отомрут только те, кому следует. И с этим мы уже разобрались. А в Китае к высокосному году, особенно году крысы, так не относятся предубеждением, что от брачных союзов заключать не нужно. Наоборот, количество заключенных браков увеличивается. И учитывая, что это одно из самых плодовитых животных, то было бы странно, если бы дети не следовали за этими счастливыми браками. Пожалуйста, я вас очень прошу, помните, что наши предрассудки это местного характера. Если вам станет легче и вы посмотрите на процветающую китайскую, так сказать, жизнь, то вы поймете, что, собственно говоря, мы сами себе создаем трудности, через которые потом пробираемся, как сквозь стерни к звездам, и все время боимся сделать неосторожный шаг. Делайте то, что считаете нужным. Женитесь, размножайтесь, плодитесь, будьте счастливы. И вообще, если вы внимательно слушали мое первое видео, именно в год крысы нужно укреплять дружественные связи, а также семейные узы, быть сплоченным коллективом, вспомнить про своих родителей, почаще их навещать, уделять больше внимания детям. Прекрасный год с такими великолепными энергиями. Используйте его, пожалуйста, по полной программе и стройте фундамент на ближайшие 12 лет. Ничего не бойтесь. У вас мир в руках. Вам то, то, что вы создадите в 2012 году, будет определять судьбу на многие годы. Разве это неприятные хлопоты этого года? Конечно, приятные. Но только вы должны точно для себя решить, что вы готовы к этим переменам. Раз. Что вы все продумали, это два. И смело бросаться в бой. Тогда вы попадете в благоприятные энергии этого года. металлическая крыса вынесет вас на самую вершину успеха. Для того, чтобы вас еще утешить, помните, что этот несчастный 29-й день, который появляется в феврале, это лишний повод, например, сделать брачное предложение и прочее. То, чего вы боитесь, можно сделать незабываемым и прекрасным, неповторимым или повторимым раз в 4 года. Так что смело, пожалуйста, действуйте. Я надеюсь, что я вас окрылила. Но в конце-то концов, мы в течение этого года еще не раз будем встречаться. В своих комментариях вы можете излагать ваши планы, ваши действия, что у вас из этого получилось. И тогда мы посмотрим, к какому количеству людей этот год принес неуспешность. И, быть может, мы начнем истергаться высокосного года. А кто пошел в гору. Вот так вот путем отбора потом у нас вырастет то мнение окончательное и бесповоротное. Так стоит ли бояться высокосных годов? Лично я уже поставила свою галочку в тех, кто их не боится и даже приветствует. Надеюсь, нас там умножится. Ну и последнее. Уже не связанное с высокосным годом, но рекомендация. Дело в том, что если вы хотите заключить идеальный брак на долгие времена и достаточно счастливый, все-таки в этом году лучше его заключать до 4 июня и 4 июня окончательно. Почему? Потому что здесь уже вам в руку созвездия, которые благословляют ваши браки. Вот этот благоприятный период заканчивается знаком рак, который особо бдит о том, чтобы семья была крепкой, замечательной, имеет устоек корни достаточно в этом плане консервативен, так что все связано с семьей, особенно удается. Ну это если уже хотите, так сказать, продуманным быть от а до я. Итак, мы поговорили о высокосном годе. Ваше мнение, ваше участие, ваше творчество приветствуется, напоминаю. Кстати, не забывайте подписываться, дорогие мои друзья, почему-то получается просмотром миллиона, подписчиков меньше. Это не в плане погони за подписчиками, а в плане желание, чтобы мои очередные выпуски не прошли мимо вас, потому что потом задним числом выясняется, что люди пропустили очень много полезной информации. Так что, если хотите быть на гребне, и я еще вас не утомила своими беседами, не забудьте подписаться. С вами была Елена. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров